Что объединяет новизну? Samsung, Apple, многомиллиардные стартапы, тебя, твою ежедневную жизнь и жизнь окружающих. Правильно, искусственные интеллекты. Сегодня уже весь мир наслышан про чай GPT, MidJourney и недавно нашумевшую ссора. Вот взгляните на эти кадры. Кажется, что профессиональная съёмка, да? А нет, это видео сгенерировано нейросетью. Но вот удивительно то, что о столь полезной, популярной и быстро развивающейся отрасли мы особо-то ничего и не знаем. Многие вон, возможно, думали, что GPT это вообще первая нейросеть. Так что слушайте внимательно. Понятие искусственного интеллекта было впервые введено в 1956 году на конференции в Дартмутском колледже. А тут вы вообще офигеете. Первые упоминания, схожие на искусственный интеллект, упоминались в виде золотых роботов. Я говорю о роботах, которые принимают команды и подчиняются им. Их спроектировал никто иной, как Гефест, греческий бог изобретений и технологий. Итак, теперь стало ясно, что концепции и факты в области ИИ гораздо старше Афин. Основные принципы работы нейросетей были описаны ещё в 1943 году Уорреном МакКалаком и Уолтером Питтсом. В 1957 году нейрофизиолог Фрэнк Розенблатт разработал первую нейронную сеть. Вообще, ИИ – это область информатики, посвященная созданию систем, способных выполнять задачи, требующие умственного восприятия человека. Для нас эта вся тема – это будущее. Но ещё в 1982 году компания Intel выпустила первый коммерчески доступный процессор, специализированный на обработке нейронных сетей. В 1997 году компьютер IBM Deep Blue сделал революционный шаг в истории искусственного интеллекта. А именно, победил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Кстати, по финансам. На создание чата GPT Microsoft инвестировала порядка 5 миллионов долларов. А вот вам график самых популярных нейросетей. На удивление, первое место занимает Миджорни, второе чат GPT, затем Dream by Vombo, Дали 2 и Лука. С 2000 года рост стартапа в области искусственного интеллекта ускорился в 14 раз. Прогнозируется, что в этом мире будет больше помощников ИИ, чем людей. Прогнозы показывают, что к концу 2024 года в мире будет порядка 8,4 миллиарда цифровых голосовых помощников с искусственным интеллектом, что превышает общую численность населения мира. Вот, к примеру, на данный момент, по оценкам экспертов, в мире существует более полутора миллиардов нейронных сетей, варьирующихся от простых до сложных архитектур. При контакте с искусственным интеллектом чаще используют женский голос. Влияние искусственного интеллекта и нейронных сетей только на розничную торговлю оценивается в сумму от 4 до 800 миллиардов долларов, а более 55% предприятий в той или иной форме используют ИИ. Прогнозируется, что индустрия ИИ будет отвечать за создание 9% всех новых рабочих мест в США к 2025 году. Эта вся тема настолько незаметно для нас распространилась, что уже 4 миллиарда гаджетов сегодня оснащены технологией искусственного интеллекта. Чаще всего это система распознавания голоса. Многие уже сравнивают бурное развитие таких технологий с игрой Detroit и прогнозируют, что ИИ захватит мир и устроит массовую безработицу. Но когда чату GPT дали пройти игру Detroit Become a Human, то он дошел до мирной концовки. Но не все так мирно с работой. 38% профессий в США будут неактуальны из-за развития искусственного интеллекта. А в целом Всемирный экономический форум прогнозирует, что к 2025 году благодаря технологиям ИИ будет создано более 97 миллионов новых рабочих мест. Вот представьте, что вы идете по улице и вдруг, откуда ни возьмись, вас начинает преследовать смерть с косой. Вы начинаете убегать от нее, но в момент она вас все-таки настигает и уже начинает забирать вашу душу. Но вдруг из-за угла выскакивает нейросеть и спасает вас. Вот примерно так же ежегодно 30 тысяч водителей спасает от смерти автопилот. Страна-лидер по развитию ИИ, Соединенные Штаты, инвестировала 20 миллиардов долларов в исследование и развитие технологий. В то же время Китай ежегодно регистрирует все большее количество патентов в этой отрасли. Например, в далеком 2021 году было запатентовано более 200 тысяч изобретений в области искусственного интеллекта. А вообще, не только мы начинаем обращать внимание на искусственный интеллект, а и страны, и специалисты. Например, Великобритания, а именно госаппарат, финансово обеспечивает почти тысячу докторов наук, работающих над ИИ. А суммарное количество ежегодных инвестиций в исследования в разработки в области искусственного интеллекта превысило 90 миллиардов долларов. Если ты думаешь, что нейросети это поздно, то сейчас самое время инвестировать в них. Ведь в 2023 году более 25% всех инвестиций в американские стартапы было направлено в компании, связанные с ИИ. И в целом все эти инвестиции оправдываются. О чате GPT поговорим позже. Сейчас Миджорни, которая за 2023 год заработала около 200 миллионов долларов. А в 2018 году Министерство обороны США выделило более 2 миллиардов долларов на исследование и разработку в области искусственного интеллекта. В 2014 году Google приобрела компанию DeepMind за 500 миллионов долларов, что стало одной из крупнейших сделок в области искусственного интеллекта. GPT расшифровывается как Generative Pre-Trained Transformer, что переводится как генеративный предварительно обученный трансформатор. Автопилот тоже является ИИшкой. Первые прототипы беспилотных автомобилей появились еще в 1980-х. Все мы наслышаны о перспективах сферы нейросетей, но согласно исследованию ПВЦ, внедрение технологий искусственного интеллекта может принести дополнительные доходы в размере 15,7 триллионов долларов к 2030 году. А это нифига себе. Вот представьте, что вы мошенник и решили как-то нагнуть банк и систему в целом. Но во время всех ваших махинаций вам вдруг приходит уведомление от робота, у которого вы просили фото кота с золотой цепью на дорогой машине, о том, что вы занимаетесь незаконной деятельностью и под вашей дверью уже полиция. Думаете шутки? А нет. Более 70% всех крупных банков в мире используют искусственный интеллект для обнаружения мошенничества и предотвращения кибератак. А еще более 60% всех транзакций на фондовом рынке выполняются с использованием алгоритмов торговли, основанной на искусственном интеллекте. Да-да, это именно те псевдоприбыльные торговые боты, которых вам так яро рекламируют инфо-цыгане. Также в среднем крупные банки тратят около 6 миллиардов долларов в год на разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта. Нейросети, кстати, есть даже в космосе. Например, марсоходы NASA используют искусственный интеллект для автономной навигации и принятия решений. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют марсианскую среду, обходят препятствия и определяют оптимальные маршруты для исследования. Чтобы вы понимали, насколько вся эта тема сейчас востребована и дорого, оценка OpenAI создателя чата GPT и дали выросла до 86 миллиардов долларов. Но пока что создатели с чата GPT за 2023 год заработали всего 28 миллионов долларов. Такая маленькая сумма получилась из-за того, что в учет брался период, в который еще не было платной версии GPT. В 2024 году результаты будут более чем в 15, а то и 20 раз больше. А в ближайшее время в чат GPT планируются инвестиции более чем в 10 миллиардов долларов. Даже в Стэнфорде количество курсов, связанных с ИИ, выросло с 25 в 2010 году до 77 в 2020. В пятерку стран-регионов с наибольшим количеством разработчиков искусственного интеллекта входят США, Великобритания, Германия, Канада, Индия и Китай. Если вы думаете, что роботы ничего не чувствуют, то вам надо знать, что с 2020 года появились роботы, которые могут определить, когда они болят. То есть повреждены, что дает им понять, что они нуждаются в ремонте. Эти роботы также могут самостоятельно ремонтироваться. Исторический факт об искусственном интеллекте. Одна из первых программ искусственного интеллекта была создана в 1965 году Карлом Джераси. Его название Дендрал, и он автоматически обнаружил неизвестные формы лекарств. Также Deep Blue был первым роботом с искусственным интеллектом, созданным в 1996 году. Это был компьютер, играющий в шахматы, который выиграл свою первую игру у чемпиона мира 10 февраля 1996 года. Слабый искусственный интеллект фокусируется на одной узкой задаче, тогда как сильный ИИ аналогичен полноценному человеческому интеллекту. Хотя эта вся сфера и довольно молода, но ИИ способен ставить диагноз так же точно, как и ведущие мировые эксперты в области медицины. Например, существует один такой алгоритм на основе искусственного интеллекта, который может обнаружить метастатический рак молочной железы с точностью до 99%. Вполне лучше, нежели большинство передовых врачей. ИИ также нормально может прогнозировать будущее. К примеру, канадский стартап Blue Dot предсказал пандемию коронавируса еще до того, как мир узнал, что происходит. И что вот-вот произойдет. И это лишь верхушка айсберга. Ну и под конец чуток о рекомендациях и фильмах. Netflix сэкономила более 1 миллиарда долларов за счет внедрения машинного обучения с помощью персонализированной системы рекомендаций Netflix. А 50-й факт вы можете написать в комментариях. Если понравилось видео, лайк и подписка. Хорошей тебе недели и пока.